Ребята, сегодня у нас будет обзор вот этого морского ста-литрового комплекта с задним сампом. Начнем с габаритов. Длина этого аквариума 60 см, ширина 45 см, высота 36 см. Это аквариум с задним сампом, который имеет три отсека. Два из которых, вот два боковых, этот и этот, это отсеки перелива. Вот здесь получается переливная решетка с обеих сторон. Я сделал это специально для того, чтобы можно было поставить в центре, здесь в центре, возвратную помпу помощнее. Я испытывал его и вообще проектировал на мощность возвратной помпы 2000 литров в час. И уровень очень хорошо держится как в дисплее, так и в отсеке с возвратной помпой. Но рекомендую, в общем-то, все-таки сюда помпу 1000 литров в час. Потому что этого вполне достаточно для того, чтобы осуществлялась фильтрация, которая будет организована в сампе. А для того, чтобы создавать течение, здесь еще будут дополнительно две помпы течения. Помпы течения будут создавать вот такие вихревые, всеобъемлющие потоки внутри дисплея. А в сампе таких больших скоростей, в общем-то, и не нужно. Поэтому здесь достаточно помпы на 1000 литров в час. Она плюс в том, что, во-первых, дешевле. Во-вторых, она еще не настолько шумная. Потому что один из ключевых моментов – это шумность морского аквариума. Потому что иногда аквариумы ставят в спальне, где шумность уже, в общем-то, критична. Так вот, с 1000 литров в час помпой шума будет гораздо меньше, чем если вы поставите помпу на 2000 литров в час. В сампе есть возможность размещения флотатора. Флотатор для этого комплекта я рекомендую тот, который у меня был в первом моем морском аквариуме. Это Ихаймовский Skim Marine 300. Габариты отсеков, боковых отсеков сампа, как раз подходят под габариты того флотатора. Он такой узкий, это, в общем-то, его большое преимущество. И, тем не менее, он очень производительный. На 100 литровый аквариум его хватит за глаза. Но он тянул мой 180 литровый аквариум. В одной части будет находиться флотатор, вторая часть предназначена уже больше под биологию, под биологическую загрузку. Сюда можно загрузить керамические кирпичи, сюда можно загрузить бой живых камней, какие-то другие наполнители. Это не столь принципиально. Самое главное, что объема отсека вполне достаточно для того, чтобы набить его вплотную биоматериалом, который будет осуществлять практически всю биологическую фильтрацию. Но если у вас будет использоваться такая декорация кудвинская, то это дополнительно еще даст возможность для биофильтрации, потому что эта биокерамика очень пористая. И здесь, естественно, также будут селиться бактерии. Мы, кстати, в общем-то и перешли постепенно к керамике. Вот эта декорация, как я сказал, это кудвин, ее изготавливали ребята специально под этот комплект. Мы договорились, что они сделают под мои габариты, под особенности. А особенность здесь есть, здесь центральная часть, вот этот носик, видите, да, он прямо по центру. Так вот, чтобы декорация не закрывала выброс, да, нужно было сделать ее вот такой вот, получается, чтобы в центре оставалось место под выброс. Так и сделали. И еще одной очень-очень хорошей особенностью этой керамики, именно этого комплекта, в том, что она взаимозаменяемая. Вот эта вот часть, она, в общем-то, подвижная, видите, да, вот она двигается. И вот эта часть подвижная, она на штифтах. Они оба на пластиковых штифтах крепятся. Вы можете, в зависимости от ваших предпочтений, перекинуть их друг с другом местами. То есть вот эта вот часть продолговатая, ее можно установить сюда. А эту часть, более равномерную, круглую, плата, можно установить сюда. Также их можно выдвигать. Например, вот этот комплект, он под 60 сантиметров, да. Если у вас аквариум, допустим, 90 сантиметров, то можно вот эту часть просто развернуть вот туда. И она уже будет где-то вот столько места занимать. Соответственно, под 90 сантиметровый аквариум также именно конкретно этот комплект, ничего дополнительного не нужно здесь приобретать, его можно просто раздвинуть. Большое спасибо компании Кудвин за то, что они сделали такую вот универсальную декорацию. Цвет. Светильник здесь Микмол. Это уже проверенный мной светильник многократно. Я использую светильники Микмол и в своих 52-литровых морских комплектах-кубиках. Я использую эти светильники и в своих пресноводных аквариумах. У меня в травнике стоит вот такой же Микмол, только на 1200 миллиметров, то есть 120 сантиметров. Это 60 сантиметров, которые я выбирал как раз-таки, опять же, под габариты именно этого комплекта. Вот здесь этот светильник идет сразу же с Bluetooth-контроллером, которым можно с помощью приложения через телефон, через смартфон регулировать все каналы. Можно его программировать. Рассвет, закат, спектр, в общем, все это здесь возможно и достаточно просто регулируется. Эти морские комплекты предназначены для содержания смешанных рифов. То есть здесь можно выращивать не только мягкие кораллы, но и жесткие ЛПСы. С ценами и комплектацией вы можете ознакомиться в моей группе ВКонтакте GreenArt в разделе товары. Если у вас какие-то дополнительные вопросы возникнут, пишите мне в личку, отвечу. На сегодня у меня все. Давайте, до связи.